Посмотрите, какое мне ожерелье подарила Зенитка. А любовная мечья с каждым днём, как женичьи не разносать о ней. Я использую слова, правильно? И так же турецкую могу любую спеть. Ашкин, ты не знаешь? Турчина, ты не знаешь. Ашкин, ты не знаешь, что ты не знаешь. Ашкин, караоке безвестирус, караоке. Ашкин, ты Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Атан. Я начинаю свое видео с такого красивого букета. Красота, не так ли? Вчера я занималась генеральной уборкой, все почистила, помыла, сами знаете, что и как. После гостей, после лаки, постирала все свои тапочки, видите там. Я всегда стираю после гостей тапочки. Ой, погода сегодня замечательная. Ну, а я пошла завтракать и поболтаю с вами. А вот и я. Привет, привет, мои дорогие. Что я делаю? Занимаюсь уборкой. Вот, не знаю, все время нужно что-то убирать, все, чтобы было чисто. Я вот такой вот человек. Я не могу начать завтрак, пока не уберу. Вчера, кстати, вечером не включила машину, но только сейчас включила. Видно, устала, пока вам загружало видео. Вы же так ждали своего дня рождения. Вчера взяла себя в руки и сидела, отвечала на поздравительные. У меня было, наверное, около трех тысяч поздравительных. Я старалась ответить каждому. Это одноклассники, это контакты, это инстаграм, это линкединг, твиттер, твиттер, еще где у меня есть фейсбук, мессенджер, ютуб. Везде ютубе же и на вкладке этой. Везде, мои хорошие, сидела и каждому из вас ответила, потому что вы этого достоились. Спасибо вам огромное за поздравление. Я чувствую себя таким счастливым человеком, хоть я где-то в чужой стране, совершенно одна. Нету здесь ни родных и близких, кроме моего любимого мужа, который заменяет мне всех. Но я себя не чувствую одиноким, потому что вы у меня есть, мои дорогие. Друзья, это необыкновенное чувство, поэтому советую всем тем, кто переезжает в другую страну, заводите ютуб, и вам будет не скучно, вам будет очень весело. Вы, у вас появится смысл жизни. Ну и, естественно, ютуб как хобби, а зарабатывать денежки надо начинать онлайн-бизнес. Ну, самый лучший бизнес. Вот сегодня я проснулась, пол одиннадцатого. Ну, где бы я так себе отдыхала, скажите, не так ли? Везде. Насколько правда. Везде надо под кого-то подстраиваться. Утром вставать, бежать, вы понимаете? А я сама себе хозяйка. Хочу работаю, хочу нет. Многие пишут, что очень понравился мой костюм. Да, костюм действительно очень хороший. Я вам показывала, что я его купила в брендовом магазине. Кстати, вот этот Светочка нам прислала. Магнитик. Москвы. Как будто мы там побывали, Светочка. Спасибо тебе, солнышко. И о чём я говорила? Этот костюм очень шикарный. Ну, конечно, дома его не так видно. Не так ли? Дома. В домашних условиях. Но всё равно, если бы ресторан был, совсем бы я бы по-другому смотрелась. Блистела бы и пахла. Поясница болит. Седаличный нерв даёт о себе знать. Надо спорт. Зумба, зумба, зумба. Зумба, 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 зумба. Мне кажется, что скоро я пойду на зумбу. Раз-два, 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 раз-два. Вот так я люблю рыбачиться и дурачиться. Вместе с вами, вместе с вами, мои дорогие. И сейчас некоторые скажут, что этой Светланы 49 лет, Светлане, а ума нет. Говорите, нет у меня ума. Я хочу жить и радоваться жизни, потому что у меня есть мои дети, у меня есть моя любимая мамочка, у меня есть внуки, у меня есть любимый муж. Вы сами знаете, как мы с ним живём. Всё же вы видите. У меня есть вы. Почему я должна грустить? Скажите, я зарабатываю деньги. Я, с Божьей помощью, самый счастливый человек. Да, не побоюсь сказать, хотя счастье любит тишину, но я не побоюсь об этом сказать. Почему? Потому что я хочу, чтобы каждая из вас была такая. Всегда, девочки мои, не думайте, что вы останетесь одной, будьте одинокими, что это ваша судьба. Нет. Не думайте так. Хотя я тоже никогда не мечтала выйти замуж в Турции, тем более. Но я всегда была уверена, что у меня всё получится, что моя жизнь изменится. В одном из видео я вам расскажу, через какие трудности я прошла здесь, живя в Турции, начиная, когда я работала. Мне об этом очень трудно вспоминать, но я вас с вами поделюсь. Я такое пережила, чтобы Бог, наверное, на меня наконец-то посмотрел, на меня, Боженька, и подарил мне то, что я имею. Да, сейчас, может, я не миллионерша, мой муж не миллионер, но не в этом главное. Главное то, что мы... Пускай вот эти стены будут, вот эта крыша над головой, но это его. Да, вы сейчас скажете мне, Светлана, но у него двое детей, ну что ж ты мечтаешь о ней? Да, пусть сейчас то, что я спокойно живу, и это, за это Богу спасибо. А дальше, что будет, я тоже справлюсь. Светлана уже самостоятельная, Светлана может здесь сама себе снять квартиру и жить на квартире. А немножко спустя Светлана купит квартиру тоже, да. Понимаете, мои хорошие, почему я говорю вам всегда, будьте финансово независимы от мужа. Что, вдруг вы поругались, и вдруг вам нету, допустим, хотите йогурт. Вам муж не дает деньги на йогурт. Вы берете свой кошелек, открываете и покупаете себе все, что хотите. Так что, мои хорошие, буду сейчас заканчивать. Сейчас хочу я, знаете, что позавтракать. Кстати, основное я забыла, с вами заболталась. Я не забываю о прополисе. Рецепт смотрите у меня на одном из видео. Рецепт смотрите вот в этом видео. И делайте себе и принимайте. Мы каждый день с Ашкемом это кушаем. Вот у меня такая смесь получается. Мы по такой ложке его беру, я беру на язык и посасываю. Я его не ем. Ашкем сразу глотает. Я все время с ним борюсь. Говорю, так нельзя делать. Надо его посасывать. Кстати, вчера, позавчера, после моего дня рождения, пришел друг. Татьяна и муж, они дружат друг с другом. Ну, уважают друг друга и общаются. У меня как раз был вебинар, я была занята. И вот он принес нам такую баклаву. Так что сейчас Светлана на усиленном питании. Торт Светлана мне сделала. Такой вкусный. Он такой шоколадный. Такой вкусный. Остался еще маленький кусочек. Вот поэтому, большой не заказывала. Больше одного куска никто из гостей не покушает. И поэтому, кажется, это помыло. Еще раз помыли. Поэтому здесь такой средненький тортик, чтобы поесть один раз. На второй, на третий день никто не будет у вас его кушать. Как я отпраздновала день рождения? Смотрите, я тут прополюс посасываю, поэтому немножко у меня вещь такая невнятная. Как я отпраздновала день рождения? Вы сами видели, что было у меня. Была Райечка. В сраиле я познакомилась на зумбе. Она живет здесь по соседству. Ну, а также она бизнес-партнер мой. В моем бизнесе она инвестор. Купила ценные бумаги. Наталью вы сами знаете с моих видео. С мамой. Лайки тем более, знаете. Ну, а Узлема, Узлем звезда. Вчера читала комментарии. Столько вы хорошего пишите ей. Она такая счастливая. Многие застрашивают. Пускай Узлем откроет канал Ютуб. Вы знаете, что турчанки не все будут заниматься этим, чем мы занимаемся. Оно ей надо. Вот эти копеи, за эти копейки. Сидеть сутками. Вначале нужно сидеть очень долго, чтобы раскрутить свой канал до монетизации. А эти видео монтирует. Узлем ничем не хочет заниматься. У нее соседи, друзья. И она сейчас смотрит по соседству ребенка. На 2 часа пойдет каждый день. И ей какую-то копеечку платят. И это достаточно. Мир муж смотрит. Турчанки, они обеспечены. Сами знаете. Им не страшно разводиться. Поэтому им можно отдыхать. А нам надо работать. Так, еще что хотела вам сказать. День рождения, возвращаясь, прошел очень хорошо. Мы столько напели, песни пели. Я просто не снимала уже, что пели. Чтобы вас не напугать. И сейчас сосиски отварю себе. Кстати, и кофе надо поставить. Вот до сих пор с вами разговариваю. Только закончила. Сейчас этот прополюш. Растаял у меня. Вчера вечером я приготовила грибной суп. Видно, не видно? Мой муж его очень хорошо поел. А так же, что я приготовила. Газ такой страшный, не буду показывать. А так же я приготовила грибное соте с курицей и макароны. Сейчас надо это все положить в холодильник. И сегодня ужин есть. Ну, есть еще и канатики, крылышки. Еды полно. Сейчас я достану горчицу. Я приготовила, кстати. Турецкому другу понравилась. Ашкыма. Для него тоже приготовлю я. Сейчас я достану сосиски. Хотя полно их у нас. Полно сыров, колбас. Отварю себе сосисечки. А потом ашкыма-тварю. Сделаю сегодня вредный. Так что вот такие вот дела. Хорошо посидели мы. Очень хорошо посидели. Волосики я себе сегодня сделала розовые вчера. От чего у меня розовые? Спасибо. От чего они у меня розовые? От того, что я купила средство специальное. Такой тоник, да? С масочкой. У Юли. Моего парень, ну, это колориста. И видно обильно туда. Ну, ничего, оно вымоется. Еще что хотела вам сказать. В общем. Жизнь продолжается. Займусь сегодня делом. Бизнесом своим. Потому что нужно зарабатывать деньги. Идти дальше. Как говорится, подлежать чайками. И вода не потечет. Так и я. Я должна быть постоянно в движении. Двигаться. У нас очень хорошие новости в моем бизнесе. Очень замечательные способы. Я вообще ни один день не жалею, что я там. Я такой счастливый человек. У меня столько людей поздравили с моей платформой. Гегуэс. Покажу вам сейчас наши. О, видите, соседи стирают. Мои тапочки. Тапочки всегда стираю после гостей. Наверное, надо тоже нам погулять. Сашка Иван. Сегодня сделала себе массажик. Вы знаете, что я не говорю, что этот массаж я делаю и морщин у меня не будет. Но чуть-чуть лицо потянется. Понимаете, чуть-чуть лицо потянется. Не будет такое, как раньше. Вот эти скулы у меня были. Вот так вот были. А я же вот знаете, что делаю? Какие движения? Сейчас научу вас. Вот. Ну, то, что я вам раньше показывала, это все. А теперь гимнастика для лица. Взять два пальца. У меня пальцы чистые. И вот так сопротивляться именно этот промежуток у вас должен быть. Вот смотрите, как я делаю. Вы видите? И также другую. Затем, затем, что делаю? Что я делаю дальше? Это после того, как я сделала те основные мои упражнения, которые я показывала вам в видео. В этом видео можете посмотреть. Так, дальше что мы делаем? Берем. И вот тут нащупывается у нас какой-то как фасолечка. Руки мокрые. Смотрите. Ногтя у меня дают. Прощупывайте. Прямо ее так ущемите. Фасольку. Поднимите. Ищемите. И вот так вот ее нажмите. И нажали чуть-чуть. И пошли. Наверх. Нажали. И наверх. В общем, вот такое действие. Потом. Третье упражнение, которое я выучила. Делайте, значит, А. А. И подтягивайте эту мышцу. И подтягивайте эту мышцу. В общем, таким образом сейчас у меня все, макияж ушел. Так что, и делайте потом с другой стороны так же. А так же такие упражнения языком, как можно подальше, вы прямо во все свои уголки рта. Смотрите. Старайтесь, чтобы мальчинки не сморщивались вот так, расслабленно. Как вам удобно. И так делайте, пока язык не устанет. В одну сторону и в другую. Вот такие вот движения я научилась новым. Конечно, идеально бы. И вот нужно вот. Вот тут, смотрите. Вот здесь вот есть. О. И у вас пустота. О. Как обнаружить эту точку? Пустота. Откройте рот. О. Ямка появляется. О. И вы должны. И вы должны. Подтягивать. А. Мышцами. Не только кожу лица, а мышцы. И вы должны, естественно, ровненько стоять. И чувствуется, как вы все мышцы, шеи, все у вас в воздвородах подтягиваете. Вот такие упражнения ночи. Ладно, буду завтракать, а то у вас досталось. Сегодня очень я разговорчивая с утра. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления. Спасибо за просмотр.